Объединение Лига Молодых образовалось в 2006 году. Несмотря на то, что ребята, входящие в объединение, учатся не только в школе, но и в вузах, у них всегда есть время для общественных дел. Они организовывают многие мероприятия и акции, проходящие в городе, выступают ведущими на праздниках. Летом их ожидает серьезная работа – организация лидерской смены в лагере «Звездочка». Благодаря активистам движения, вторая смена – одна из самых интересных. Они разрабатывают планы для дальнейшего развития как Лиги Молодых, так и детского объединения «Юнзары». Одно из самых главных зимних дел – это организация новогодних елочных представлений для большинства детей в городе. Традиция проведения новогодних праздников зародилась 8 лет назад. Первое представление у нас было, вот 2005-2006 Новый год, у нас была только одна школа, 21-я, и наше объединение. И тогда я просто поняла, что по отзывам, по драйву, который вообще был по необыкновенно счастливым лицам ребятишек, что предложить нужно школу. В этом году прошло 20 елок для детских садов, для детей начальных классов городских школ, а также для ребят среднего звена. Кроме того, прошли представления для воспитанников студии Академии волшебников, которая находится во Дворце творчества детей и молодежи. Дети разного возраста с удовольствием побывали на новогоднем представлении и встретились с различными героями сказок. Традиционно сценаристом и режиссером является Ирина Анатольевна Сизова. Стараюсь, чтобы набор героев был большим, потому что дети все хотят играть. И пусть он выйдет, герой, там с одной репликой, но он всю елку будет вместе с детьми танцевать, и он уже артист, правильно? Поэтому стараюсь как можно больше героев, не два, три, как принято новогодних елочных. У нас было и по 14 героев, и по 16 героев. Конечно, мы проводим кастинг, чтобы ребята почувствовали, что для того, чтобы участвовать, это очень ответственно. Это не просто вот отыграть елку, чтобы самому получить удовольствие. Главная задача, чтобы все ребята, которые пришли, не стояли, были вовлечены и получили удовольствие, чтобы они не хотели уходить. Вот тогда это хорошо. Проводим кастинг, чтобы они понимали, у кого-то лучше получилось, у кого-то хуже получилось. Значит, пока у кого хуже, он постоит просто в кругу, а на следующий год он уже будет играть роль. Вот в этом году у нас Леша Вилков. Прошлый год он все елки, все 14 елок простоял в кругу, в обычной одежде, просто помогал. В этом году он сыграл Ваню без дубля. Прекрасно, настоящий Ваня, такой прям царский сын. Год от года представление становится красочнее и интереснее. Стараюсь делать елку, чтобы она была современной. То есть наряду с традиционными, там в лесу родилась елочка, мы берем игры, танцы уже современного, которые ребята придумают сами. Вот в этом году все танцы новые придумали сами дети. Стараюсь, чтобы все герои были либо с танцем, либо с песней, танцем, либо с какой-то музыкальной игрой. Потому что музыка, она дает ощущение праздника, мне очень нравится. И, конечно, особым украшением наших елочных представлений – это выступление родничка. Будь то ансамбль бабок-ежек, будь то в этом году вот какие они сивки-бурки были, прекрасные снежинки и чертятами, кем угодно, они делают это красиво, профессионально. Елочные представления Елочные представления – это сказка, в которую ребята попадают, делая счастливым детей, их родителей и самого себя. Они устраивают праздник детям, видят их улыбки и заряжаются энергией, которая не покидает их много дней. Они переодеваются в другого героя и начинают жить его жизнью и дарить людям радость. Любимая роль – это, наверное, бабьяга, которую сейчас играю уже четыре года последних. Первый раз, когда я играла бабьягу, привлекло, наверное, то, что можно отойти от каких-то стандартных снегурочек, такая милая девушка, и можно быть такой озорной, можно похулиганить. Первая роль у меня была гламурного Кащей. Как вы видите, да, спустя четыре года ничего не изменилось, я опять гламурный Кащей. Потом была у меня роль дракона, символа года наступающего, автор всей этой сказки нашей, Ирина Анатольевна, наверное, сразу уже увидела во мне Кащея. И как-то Кащей во мне, наверное, сидел и сидит до сих пор, поэтому выходит так, что я именно гламурный. Я не против, очень клево, детям нравится. Мне очень понравилось в первый раз принимать участие именно в этой роли «Снегурочки». Она мне очень подходит. Заряжаешься массой положительных эмоций от детей именно. И когда ты уходишь домой, так жалко, их не видишь, их не улыбки, их не радости. Просто очень здорово, тебя переполняет очень много эмоций. Елочные представления Дворца творчества детей и молодежи с удовольствием встречают и за пределами нашего города. Молодежное объединение Лига молодых приехало в 45-ю школу для того, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым Годом. Мы прыгаем на счет, раз, весело прыгаем на счет, два. Несколько лет назад молодежное объединение Лига молодых проводило в нашей школе новогодние представления. Но мы так соскучились по ярким представлениям, что в этом году решили снова позвать замечательных ребят к нам на елку. И наши надежды оправдались. Праздник получился ярким, замечательным, очень фееричным, эмоциональным. Я видела, как веселились дети. Я наблюдала за родителями. Они были тоже очень довольны. Слова благодарности прозвучали в ваш адрес, в адрес ребят, таких энергичных, заводных сегодня, я думаю, адресно. То есть спасибо большое. Довольны и администрации школы, и дети, и родители. Большое спасибо. Мне очень понравилась елочка, мне очень понравились герои, конек-горбунок, Дед Мороз, Снегурочка, Баби Га, Клоун, Царь. Мне бы хотелось, чтобы они в следующем году приехали тоже к нам в школу. Может, кому-то покажется, что провести четыре или даже пять елок в день – это очень тяжело, но начинающие артисты с удовольствием тратят силу на то, чтобы подарить детям чудо. Главное то, что это такое вот сплочение, они все вместе, они все вместе чувствуют ответственность, они все вместе, в конце концов, танцуют, поют. Вот это какое-то единение новогоднее, причем музыкальное, ну, какое-то невероятно красивое. Раз, два, три! Елочка, гони! Раз, два, три! Рахина, гони! Редактор субтитров А.Семкин